Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами HeFake, и сегодня мы в нашу CSGO на Android будем добавлять нож. Да. И сейчас, скорее всего, для некоторых это прозвучит уж очень бредово, потому что какая CSGO на Android и вообще о чём? Но смотрите, дело здесь в том, что мы сейчас сами, своими ручками, создаём свой CSGO на Android. И если вам интересно, как это делается, то можете посмотреть вот эти ролики, которые сейчас наверху, и даже создать свою CSGO. Короче, как я уже сказал, сегодня мы будем добавлять в нашу CSGO на Android нож. И помимо этого мы также ещё будем исправлять некоторые баги, связанные с прошлым видео, а конкретно баги со скинами и кейсами, которые мы добавляли в прошлом видео. Ну и в общем-то, по нашей очень доброй традиции, вот эти ребята из нашего Discord сервера попадают в наш видос. Да. Ну и также, помимо их, в наш видос ещё и попадают вот эти ребята из нашей группы ВКонтакте. Ну и также ещё, конечно же, кроме них, в наш видос ещё попадают те ребята, которые мне задонатили на стриме. И их имена следующие. Это Falsbit, TheSteven, ещё раз Falsbit, Привет, я Скотт и Anonyi. Вроде правильно прочитал. Да. Ну и в общем-то, давайте уже приступим к делу. Короче, вот наш проект уже запущен. Впрочем, как и всегда. Сразу говорю, то что все файлы, которые я буду использовать в этом видео, есть в описании, так что не волнуйтесь. Да. Ну и в общем-то, первый файл, который мы сейчас будем импортировать, это, допустим, вот этот скрипт. Да. То есть сейчас нам его нужно тупо заменить. Короче, для этого мы идём в папку FPS.me, далее в папку Scripts, Player и ThirdPerson. И здесь находим этот скрипт. Да. Мы его открываем, конечно же. Давай, отвечай, я тебя прошу. Алё. Всё. Параллельно с этим мы открываем наш новый скрипт. Что с тобой не так? Объясни мне, пожалуйста. Что это такое, блин? Что это такое? Ладно. Ну и в общем-то, мы из нового скрипта должны скопировать весь код. Да. Для этого мы нажимаем Ctrl-A и Ctrl-C. Переходим дальше в наш старый скрипт, который уже был в проекте. И тут мы нажимаем просто Ctrl-A и Ctrl-V. И он у нас заменяется. Отлично. Далее мы нажимаем Ctrl-S, чтобы всё это дело сохранить. Отлично. То же самое теперь нужно проделать с остальными двумя скриптами. Да. А конкретно со скриптом PlayerVapen и PlayerVapenManager. Да. Они, если что, у нас находятся вот по этому пути. FPS.me, Scripts, Player и Vapen. Да. И вот эти скрипты. Ну и после их замены нам нужно сделать следующее. Мы должны импортировать вот этот файл в наш проект. Мы его переносим в нашу Юньку. Вот сюда вот. И тут нажимаем импорт. Немного ждём. И вот у нас всё импортировалось. Отлично. Короче, далее мы переходим в папку FPS.me. И далее мы здесь видим папку Original Knife. Да. Мы в неё заходим. И здесь у нас находится всё, что у нас связано с ножом. Короче, далее нам нужно наш нож добавить в список наших оружий. Для этого мы идём в Game Manager. Вот сюда вот. Тут мы находим список All Game Weapons. И просто здесь мы увеличиваем свойство Size на одну единицу. Да. В моём случае это просто 11. Далее мы пишем здесь имя нашего оружия. Допустим, Knife. Ой, Knife, извиняюсь. Да. Далее мы указываем тип нашего оружия. Здесь, я думаю, можно указать Special. Потому что другие параметры нам не подходят. Далее должны указать объект ножа. Который будет использоваться от первого лица. Он, если что, вот здесь вот. Да. Мы его просто переносим вот сюда вот. Да. Далее нам нужно указать объект ножа, который будет использоваться от третьего лица. Да. Он, если что, вот здесь вот. Мы его тоже сюда переносим. Далее мы можем указать ещё Wapen Icon. Да. То есть, превьюшку нашего оружия. Но лично для ножа я это делать не буду. Потому что он у нас и так будет по умолчанию. Да. Мы его не сможем выбирать в списке оружий. Так что я иконку здесь никакую не буду выбирать. Да. Ну и в принципе то же самое с описанием нашего оружия. Здесь в принципе тоже особо ничего не надо писать. Да. Ну в принципе вот. Наш нож уже готов. Давайте я сейчас всё дело это проверю. Короче, я выбираю здесь свой нож. Вот таким вот способом. И теперь с помощью него я могу убить своего противника. Да. То есть я вот подхожу к нему и просто атакую его. Да. И вот он умер. Да. Отлично. Короче, дальше мы займёмся исправлением скинов и кейсов. Да. А точнее со скинами. Потому что там есть такая проблемка. То что скины у нас тупо не применялись к нашему оружию. Да. И чтобы это исправить нам нужно пойти в папку FPS.me. Models. И далее в папку Weapons. И здесь мы найдём папки с оружиями. И сейчас с каждым оружием нам нужно сделать следующее. Нам нужно зайти в папочку с оружием. Дальше найти папочку материал. Если она есть. И в этой папочке нам нужно найти материал нашего оружия. Да. И если у этого материала будет стоять вот такой вот шейдер. Да. Под названием Standard Specular Setup. Да. То его нужно просто изменить на обычный Standard Shader. Вот так вот. Да. А если будет стоять другой, то мы можем спокойно спать. И оставить всё так, как и было. Да. То есть мы сейчас смотрим вот так каждое оружие. То есть находим материал у каждого оружия. И просто смотрим, не стоит ли у нас шейдер Specular Setup. А если стоит, то мы изменяем его на обычный Standard Shader. Да. Ну и после этого наложение скинов на оружие должно уже работать нормально. Ну и в общем-то вот что у нас получается. Ну и в общем-то давайте прямо сейчас проголосуем за следующий ролик на канале. Да. Вот в этом верхнем углу. Ну и да. Если у вас возникают проблемы с вашей CS GO, то пишите свои проблемы в наш Discord сервер. Который есть в описании. Ну и в общем-то. Тыкайте на следующий ролик про CS. Вот здесь вот. Если он конечно же вышел. Ну а если нет, то тут будет другое видео. Но оно тоже интересное. Ну и конечно жмякайте вот сюда вот. Можете даже ещё и на колокольчик нажать. Я буду очень рад. Ну и как всегда, с тобой был Хифейк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok